Всем привет! По поводу водянки, что мы здесь надумали, решили? Все-таки мы считаем, что определенная генетическая предрасположенность птицы к этому заболеванию, к асциту. Влияет на нее основной на данный момент, мы считаем, фактор, это содержание аммиака в воздухе. Сейчас, анализируя свою ситуацию с падежом, мы пришли к какому выводу? На момент начала падежа мы халатно, скажем так, убирали навоз, помет, делали это где-то раз в три дня. А то есть четыре? Ну, как-то был раз даже в четыре, да. И, как бы, мы, человек, как мы вычитали, чувствует запах аммиака довольно-таки посредственно, если сравнивать с птицей. Птица более восприимчива к этому. Мы можем не ощущать, а она сильно это ощущает и это сильно беспокоит. Вот. И понимаем так, что одна из причин, которая стала следствием возникновения асцита, это как раз редкого уборца помета. Поэтому сейчас мы хотим какой эксперимент сделать? Мы оставим наши работы по вентиляции в данном курятнике, то есть оставим вентиляцию на том уровне, который сейчас нам возможен. То есть проветривание через окна. Естественная вентиляция, да, наверное, называется? Да, естественная вентиляция, да. И будем убирать помет ежедневно. И вот на этой партии РОСОВ 308 Чехия мы попробуем проверить, будет ли у нас осыпь, или его не будет, или он будет в меньшей степени. В общем, какой-то результат хотим получить из-за того, что мы будем убирать ежедневно помет. Птица находится на сетчатом полу прямо непосредственно над пометом. Плюс ко всему ее большая восприимчивость к аммиаку. И вот тебе эффект, при котором у них начинается, видимо, как мы предполагаем, проблемы с легкими, легочной системой. То есть накладывается соотношение двух разных проблем. Легочной системы с восприятием аммиака и сердечно-сосудистой системы. Слабенькое сердечко у них, что ни говори, поэтому и стресс они тяжело переносят, и все остальное вот такое вот пугать их нельзя. Быстро растет тушка. Система сердечная не справляется с этим ростом идеально. Плюсом ко всему происходит у них аммиачное отравление через легкие. И вот как эффект, как раз начинается отечность, отечность печени. И вызывает это водянку в итоге, да. С печени начинает выделяться во внутреннюю полость влага, жидкость. И она вот скапливается внутри полости. Вообще водянка, она свойственна, это заболевание существует и у человека, вы знаете, наверное. Но как бы аналогию полную проводить я бы не стала, потому что птица все-таки, она далека организмом от человека. Это даже там не свинья и не крыса. Как вы знаете, наверное, это самые близкие наши животные по состоянию, по строению внутренних органов, здоровью и так далее, внутреннему. При напольном содержании птица начинает страдать, как только подстилка уже достаточно сильно загрязняется. Понимаете? Какая бы вентиляция ни была, от подстилки все равно будет исходить аммиак. Даже если птица у нас содержалась какое-то время, помнишь, в клетке на улице, да? Расскажи, вот клетки на улице. Ну, стояли клетки просто на улице, и птица, получается, гадила на землю. Вот периодически это все убиралось, то есть, соответственно, там тоже сказать, что там вентиляция плохая, но невозможно. Она на улице, грубо говоря, было тепло, там ночи 20 градусов, соответственно, были. Клетки в тени стояли, не на жаре. Клетки в тени, не на жаре, да. Ну, то есть, и тоже была водянка. Почему мы предполагаем, что все равно это генетически предрасположенное заболевание у этого кросса? Потому что, допустим, в курятнике у нас зачастую при определенном перенаселении птица находится в худших условиях. Туда заходишь и сам чувствуешь аммиак. Здесь запаха нет, но птица, видимо, все равно страдает. Так вот, несушки никак не... Ну, спокойно переживают эту ситуацию, не дохнут, водянка не заболевает. Почему бройлер не весь заболел, а заболела какая-то часть? Тоже вопрос интересный. Возможно, связано с семьей, откуда яйцо было забрано, да. То есть, может быть, какое-то родительское стадо более подвержено этому заболеванию, чем другое. Но дала другой ген, грубо говоря. Как ответить на вопрос, что птица вот этого содержалась в одинаковых условиях, да, и сколько у нас? 16 погибло, а остальные в тех же условиях здоровы и дошли до забойного веса. Большой вопрос. То есть, что? Это дефект какой-то генетически определенного родительского стада? Или как это объяснить? Я, допустим, не знаю. Ну, в общем, в любом случае мы пробуем вот так вот проэкспериментировать, оставив условия содержания на данном уровне. Причем мы их ухудшили заведомо. Смотрите, какая ситуация. Вот эта вот партия, она выросла 100 штук, одна в курятнике получается. К ним где-то к этой партии на 30-й день, получается, на 28-й, если быть точным, подселились инкубированные птенцы, вот эти вот, в брудера, в два брудера они были посажены. То есть, была вот партия из К-6, даже 98 я их пересадил в клетку, и было 98. И в брудерах. Сейчас же получается, что? У нас здесь 150 штук, которые будут пересажены вот еще в эту клетку, после того, как мы этих уберем и помоем ее. И к ним присоединяются уже, уже присоединились, сейчас в брудерах стоят, сидят сколько? 120 где-то птенцов, да? То есть, получается, 150 взрослых птиц, и на момент забоя к ним еще, у них соседи будут, это, сейчас скажу, сколько им будет, это будет 25-дневные, да, получается, цыплята, 25-30-дневные цыплята. Ну, вы увидите, короче. Птица будет в два раза, получается, даже больше, чем в два раза, больше, чем в данный момент. Я тебя исправлю, лучше я, чем кто-то. У нас индюки еще были здесь, вот с этим. А, индюки здесь были. Так что, считай, то на то, может, и видит. Ну, нет, они же уехали довольно-таки быстро. В 30-й день птицы и уехали. Не раньше. Птица на 6 дней старше индюков была, помнишь? Хорошо, в любом случае их будет больше. Ну, по головам, да. Да, и посмотрим. Плюс еще на это накладывается, что? Возросшая температура окружающей среды, да, то есть, это уже будет мань, то есть, будет жарче на улице, и здесь будет жарче. Тяжелее будет. Им будет тяжелее, да. Но, чтобы определиться, что здесь важнее, вентиляция правильная или все-таки помет, который недостаточно часто убирается. Вот мы хотим вот это выяснить. Человек не чувствует здесь, заходя в наш курятник аммиак. Чувствуется запах корма, чувствуется какой-то там какашечный, соответственно, там, припашок, может быть. Но именно вот аммиак, знаете, вот в своей ядовитой форме, он не чувствуется совсем, совершенно. Но еще раз повторю снова же, что птица находится на сетке, и она непосредственно над своими какахами дышит. И еще момент такой, что птица чувствительнее, чем человек к восприятию аммиака. Это мы в научной исследовательской статье вычитали. Но и отрицать предрасположенность этой птицы к водянке глупо, потому что сам производитель яйца, коп, как там называется, вергес, что-то такое там, помнишь? Вот. Они даже в инструкции прописывают в разделе вентиляции о том, что птица будет страдать водянкой при плохой вентиляции, и что это у них есть такой бич. Мы хотим выяснить именно, что касается аммиака, потому что мы вот поразмыслили, посмотрели свои архивные видео, как мы птицу содержали. Есть такой подпункт, где в каком-то моменте конкретном любая из подстилок либо клеточное содержание есть момент упущения в смысле того, что помет лежит. По вентиляции. Я уже говорил, что у меня есть рабочие механизмы от сплит-системы, тематической системы Ницубиши. И я хотел отказаться вообще от вытяжной вентиляции в данном курятнике. А сделать только принудительный приток. Что как бы я... Как я мыслю, как это должно работать? Я хочу в это помещение, которое у меня в принципе герметично, но оно построено так, что оно стопроцентно герметично, я это точно знаю. Нет, ничего стопроцентного. Да, глупо сказал, простите. Относительно герметично. Вот. Я не хочу делать никаких вытяжек, потому что стены резать, это... Вот я думал сначала поставить в это окно вентилятор вытяжной от этой же сплит-системы, что в принципе было бы довольно-таки просто и удобно. Но я лишился бы окна, там на зиму это нужно... Это какую-то я хотел такую передвижную конструкцию, легко демонтируемую делать. Ну, в общем, все равно это все сложно, я теряю окно, чтобы стены не резать, я вот для этого. Поэтому я хочу что? Я хочу сделать просто приток. Так, вот такая штука есть у меня. Это... Значит, как это называется-то? Исполнительный механизм, наверное, от сплит-системы Mitsubishi. Она была кондиционером и нагревательной системой. Вот нагревательный блок с вентиляторами у меня есть. А была готовая сплит-система. То есть можно было блок повесить, уже готовые под воздуховоды, и мозги не делать. А вот теперь нужно будет что-то здесь колхозить. Какой-то корпус, какие-то воздуховоды. Ну, ладно. Короче говоря, вот блок нагревательный на 2-1 кВт. Здесь указано 60 градусов и 110 градусов. Не знаю, что это значит. То есть, что это отключение при 60 или просто при 110. Непонятно. Но будем разбираться. Так, тут еще надо будет с коммутацией что-то придумать. Так что вот это будем мы как-то из этого делать приточку. Чтобы иметь возможность зимой воздух нагнетаемый подогревать. Судя по размеру вентилятора, производительность здесь бешеная. Вот с этой стороны засасывает воздух. С этой стороны середины и с этой. То есть тут дупло придется делать на улицу. Я не знаю, какого диаметра. Но посмотрим. И еще от конденсора, который уличный, у меня остался вот такой вентилятор. У него низкая скорость вращения. То, что нужно на вытяжку. Но буду пробовать сделать систему вообще без вытяжки. Но я не вижу смысла вытяжки. Если создавать избыточное давление в помещении вот этой штукой, то воздух сам будет уходить вместе с ненужным содержимым через окна. Просто буду, грубо говоря, регулировать скоростью вращения вот этой вот нагнетающей системой с помощью включения по таймеру там сколько-то, допустим, раз в час. И мне кажется, этого будет достаточно, чтобы создать необходимую скорость потока воздуха, которая будет выходить через окна. Три окна, напомню, степенью открытия этих окон я буду регулировать и выход воздуха. Ну и, естественно, с помощью еще числа оборотов вентиляторов и работы по таймерам. А тены помогут мне не холодный воздух закачивать, а теплый воздух подавать зимой в курятник. Системы рекуперации это все здорово, конечно, но сложно. Пока будем вот так что-то придумывать. Соответственно, если я нагнетаю воздух в забранный с улицы, жена мне еще советует забирать не с солнечной стороны, как я предполагал, то есть это вот эта сторона, а со стороны парка леса, что там тень, там летом будет прохладнее воздух. В принципе, есть логика в этом, да, может быть, мы так и сделаем. И засасывая воздух извне с улицы, нагнетать в это помещение. А вытяжку, то есть регулировать просто окнами. Движение воздуха будет само осуществляться в все возможные щели. А все возможные щели в данной ситуации это получается три окна. Вот. И зачем здесь городить вытяжку, если я буду нагнетать, создавать избыточное давление, и воздух будет вместе с содержимым, да, ненужным этого помещения выходить на улицу. Я, в принципе, не вижу никакие камни преткновения. Считаю, что эта схема должна вполне работать. Может быть, я чего-то не учитываю. Если кто-то готов поделиться своими знаниями, будем рады. сейчас на данный момент вентиляцию никакую не устанавливаем. На самом деле у нас куча других дел помимо вентиляции, поэтому это даже здорово. Это такое самооправдание может быть. Давайте мы здесь как бы эксперимент проведем, а пока другие дела поделаем. Так что чистый помет каждый день, наблюдаем за этими росами 308. Чехия. Чехия, да. в брудера кстати в Болгарии 308. Я буду отдельно снимать. Ждем ваших комментариев, подписывайтесь на наш канал, смотрите рекламу, вы нас очень поддерживаете и всего доброго.